Открытие этой выставки отличается от многих других. Настроение гостей совсем не праздничное. За день до вернисажа автора похоронили. Выставка, посвященная памяти Джона Кудря, Кудрявцева изначально задумывалась в ином ключе. Художник должен был представить свои работы в честь 61-го дня рождения. Но за 10 дней до этой даты в музей пришло известие о том, что Джон умер в своей мастерской. Мне бы хотелось, чтобы эту выставку воспринимали не как прощание с Джоном, а как встречу с ним. Для кого-то может быть вообще новую, для кого-то одно из чередей этих прежних встреч. С музеем Арсеньева Джон Кудрявцев подружился еще в середине 80-х. Даже в трудной 90-е, когда многим творцам приходилось выживать, он приносил в дар свои работы. За все время фонда скопилось больше ста графических листов. Один из последних подарков – трефта портрета Джона разных годов. То, что мы не смогли поместить на стенах, мы положили в сделанную им папку, на которой тоже надписи. И он на самом деле очень хорошо и по-доброму, и с доверием относился к нашему музею. И считал его полезным для человечества институтом. И видел в нем смысл. Джон Кудрявцев работал в любой технике. Предпочтение отдавал графики, книжные иллюстрации, карикатуре. За 30 лет более 20 коллективных и 5 персональных выставок. Шестая экспозиция, оставшая последней, называется «Письмо самому себе». Письма пишут и Джону. В книге отзывов, благодарность за выставку и слова прощания. Такая потеря. Ну и плюс такая ретроспективная выставка. И как бы жизнь человека перед глазами. Поэтому трудно говорить из-за них. Кроме друзей и коллег, на выставку пришли родственники художника. Его сын со своей женой с теплотой и улыбкой вспоминают об отце. Мы хотим, чтобы наша маленькая доченька, которая годик, помнила о дедушке и не забывала. И люди помнили. И он будет жить всегда. В наших сердцах и в своих картинах. И вот даже сейчас, глядя на его портрет, он смотрит на нас и улыбается. И рад, что мы все пришли и помним о нем. В память о Джоне Кудрявцеве выставка «Письмо самому себе» бесплатна для всех посетителей. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на восьмом.